Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается «Мужской понедельник» на 101.00 на часах 12.07 в студии в качестве ведущих по-прежнему Николай Голиков. И по-прежнему Владимир Станин. Здравствуйте еще раз. Как мы и обещали, во втором часе к нам пожаловала Ольга Шибека, специалист по связям с общественностью организации «Родители и детей инвалидов. Дорога и добра». Ольга, добрый день. Здравствуйте. А повод для нашей встречи – это акция, организованная вами. Она уже имеет определенные плоды. Я напомню нашим слушателям, что совсем недавно мы поздравляли «Дорогу и добра» с тем, что все-таки у них появилось долгожданное второе помещение для работы Центра поддержки семьи с детьми с особенностями развития на «Розы Люксембург-68А». И вы говорили о том, что уже примерно почитали сумму, которую нужно вложить для того, чтобы привести в порядок это здание. Мы следили за вашей работой. В общем, на самом деле оказалось как-то еще хуже, чем планировали изначально. То есть состояние данного объекта… Сразу говоришь, что там плохо. Во-первых, помещение – это ведь есть оно новое. Спасибо еще раз депутатам Городумы. Отлично все, да. Во-вторых, есть уже сметы. Это тоже хорошо, когда понятно, куда действовать, куда двигаться и сколько нужно. Да, верно. Это все на самом деле позитивно. Это не так все грустно. Ну, цифра – да, цифра – да. Но ведь, опять же, если есть цифры, значит, можно понять, как ее можно сделать. Давайте напомним все-таки нашим слушателям, о чем речь, да, что за помещение. Ольга, я боюсь ее произнести вслух. Потом уже про акцию, про вашу задумку очередную, да. Да, совершенно верно. Нашей организации было передано в безвозмездную аренду помещение площадью 500 квадратных метров на Розерюхсенбург 68А, чтобы мы перевели наш центр поддержки семьи с детьми с особенностями развития туда. Там просторное, большое, красивое помещение с очень удачной планировкой. Там много комнат, которые подойдут и для групповых занятий, и для индивидуальной работы, и даже мастерские, и печку мы уже нашли. Даже печку? Да. Ну, вот. Все. Все прекрасно. Место для печки уже есть, да. Печка, в которой не будет отапливаться, обжигаться керамика. Да, да, да. Изделия из глины. Как раз об этом же мы говорили, да. Творческие мастерские там будут у нас открыты. Смета на самом деле есть, правда, она пока не совсем окончательная, она предварительная, она на 3,5 миллиона рублей. Конечно, цифра, ну, внушает и заставляет так вздрогнуть, но при этом надо представлять, что когда ремонт, то примерно половина сметы — это материалы, а вторая половина — это работа. И мы надеемся, что мы сможем ее сократить за счет того, что родители нам будут помогать ремонтировать, например... Это без мебели, без оборудования, да? Да, это только ремонт. Не входит. Это только ремонт помещения, да? Да. Например, вот недавно мы устроили 4 субботника подряд. Точнее, они были вторник, среда, суббота и воскресенье. 8 марта, кстати, в том числе. Да, 8 марта было больше всего желающих прийти. Выходной, потому что. Да. Не запланированный тем более. Вот. И вот эта вот приборка, то есть мы там убрали весь мусор, там гнившие полы, потолки, обои. Ну, все-все-все, в общем-то, мы вынесли и вывезли потом. Так вот, стоимость по смете этих работ, это 100 тысяч рублей, ну, примерно. Вот. Мы их уже сэкономили. То есть уже не 3,5, а 3,4 миллиона. То есть у вас сейчас помещение уже готово, собственно, к началу ремонта, да? Да, да, готово. То есть вы его очистили от всего? Верно. Мы хотим в первую очередь поменять двери, потому что, ну, надо понимать, что там будет и инвентарь какой-то, и материалы храниться. Это, ну, нам важно, чтобы это все было в целости. Кстати, хочу вам сказать, руководитель Вымпел-45 в курсе. Компания Вымпел-45. Да, мы с ними уже пообщались. Пообщались уже? Да, там, ну, пообщались, поговорили. Вот. И двери, и окна, да? И тогда можно будет уже ремонтировать внутри, отделывать его как-то. При этом мы не стремимся как бы все сразу сделать. Понятно, что это нереально. Мы выделили вот эту часть как раз, где будут мастерские находиться, чтобы, по крайней мере, взрослые ребята начали там поскорее заниматься. Потому что наш центр старый на Егоровской, он как раз на малышей больше сориентирован. Там и мебель вся низенькая, стульчики. Вот. Поэтому мы вот частями будем делать. Поэтому нам не надо все три с половиной миллиона сразу. Мы можем, ну, по частям их собирать. Ну, конечно, чем быстрее мы все это сделаем, тем лучше. То есть сейчас абсолютно голые, да, как это говорится, помещение у вас изнутри. И вот большое событие у вас сегодня, да, произошло, о котором вы сказали. Я смотрю в группе ВКонтакте. Дорога и добра. Четверо мужчины, одна женщина. Это сила. Тонна гипсокартона из машины перекочевала в наш новый дом за 40 минут. Да, это отлично. Это нам передали родители. То ли они там ремонт делали, то ли просто у них какие-то есть знакомства. Вот тонну гипсокартона они нам отдали совершенно безвозмездно. То есть, опять же, можно и смету уже вычесть какую-то цену. Конечно, конечно, да. То есть это для обшивки, да? Да. Стен, она пойдет. Да, 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 да. На пол, на стены это все, конечно, мы будем использовать. Ну, этого явно недостаточно, конечно, да? Да, безусловно, гипсокартон не изменяет. Там все остальное. Ну, как тонны гипсокартона ляжут там на нашу площадь, я не могу вам сказать. У меня нет сметы перед глазами. Надо ли еще нам гипсокартона, или этого будет достаточно. Но другие материалы, конечно, все еще требуются. Нам тут фанеры, четыре листа передали тоже пару мешков цемента. А самое первое наше такое материальное пожертвование было, это сантехника, раковины и унитаз. Очень важные предметы. Еще не установили. Это вообще просто отличное начало, понимаете? Если это есть, дальше все пойдет как по маслу. С миру по нитке, да, что называется. А как выходят на вас? Звонят непосредственно вам, пишут в интернете? Ну, как-то все по знакомому, да, происходит? Пока да. Ну, это у вас там родители, видимо, все-таки, да? Да, да, да. Родители очень подключились, мы очень рады. Ну, они понимают, что это все для их ребят, поэтому они своих знакомых, там, работодателей всем предлагают тоже нам помочь. Вот несколько человек, именно таким образом там нашлись кто-то, но продолжается вот эта работа, то есть это не так, что сразу там все побегут, и я не должна сказать, что очередь пока не стоит. И скорее, ну, мы обращаемся к людям, и они уже думают, чем они могут нам помочь. Но было пара случаев, когда, ну, прямо звонили мне на мой телефон и говорили, вот там, ну, мы не очень много, да, но что-то можем для вас сделать. И я говорю всегда, что немного — это гораздо больше, чем ничто, и мы всему будем очень рады. Материалы потихоньку поступают, по всей видимости, тут нужны грубые мужские руки, чтобы это все монтировать. У вас сейчас есть возможность таблицовать условия участия, то есть в монтаже всего этого. У вас есть на примете или тоже родители как-то ищут специалистов? Мы пока еще не определились с подрядной организацией, которая будет помогать нам в ремонте. То есть это должна все-таки быть подрядная организация, да? Мы еще с заключением договора. Вот мы ждем смету. Окончательную смету нам на этой неделе обещали уже сделать тоже совершенно безвозмездно. Добрые друзья нашей организации давние, по счастливой случайности оказалось, что они умеют делать сметы. Но это тоже большая часть ремонта. Это очень большая тяжелая. Это стоят деньги. Они должны сделать на этой неделе смету, и тогда мы уже увидим и сможем что-то показать этим подрядным организациям. И они нам уже скажут свою стоимость работы. Мы будем думать тогда или выбирать кого-то из них, или же все-таки стараться своими силами это сделать. Может быть, кто-то из подрядчиков решит, что он может часть работы сделать. Часть работы сделать, да. Но это тоже такой благотворительный вклад был бы. Не деньгами, а именно работой. Это очень правильная помощь. То есть что-то можно сделать своими силами, чтобы где-то привлечь специалистов. То есть это нормальный подход. У нас есть папы электрики, папы сантехники. То есть мы стараемся по максимуму, конечно, пожертвования, по крайней мере, расходовать рационально. Главное, чтобы потом не пришли папы-пожарники и не сказали, что все это надо закрывать. С пожарниками мы уже пообщались, проконсультировались. Нет, не папа. С официальными. С официальными. В официальном плане. Да, да. Мы ходили, консультировались, спрашивали, какие требования. Что-то мы знаем по старому помещению. То есть первый этаж, там запасной выход, вот это все. Что-то они сказали. Там кое-где придется расширять дверные проемы. Ну, без этого никак. Нет, но это реально сделать? Да, да. То есть вы можете их расширить на самом деле? Ну, в паре мест там несущие балки есть, но мы еще подумаем, что с ними можно сделать. По идее трогать нельзя эти конструкции. Их по идее надо просто очень долго согласовывать. Трогать-то можно согласовывать. Специалисты там часто непосредственно приезжают? Нет, они сейчас не выезжают. Нет, они не выезжают сейчас. К сожалению, мы ходили к ним на консультацию. И показывали. План показывали. План показывали, да. И они говорили, какие у них требования. Ну, по крайней мере, когда появится смета, вы сможете как-то на самом деле планировать уже дальнейшую свою работу. Да, да, да. То есть с чего начать станет, понятно, да? Да, но мы уже... Пора ли уже ставить унитаз или еще пока пусть постоит в уголку, полюбуемся на него так? Да, ну, по крайней мере, мы, не дожидаясь сметы, какие-то вещи делаем там. И, по крайней мере, мы собираем пожертвования, потому что мы знаем, что расходов на самом деле будет очень много. Давайте про ваше начинание очередное мы поговорим уже после небольшой паузы. Скоро очень продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы продолжаем нашу беседу с Ольгой Шибека, специалист по связям с общественностью Организации родителей детей-инвалидов «Дорога и добра». Безусловно, так мило удубнулись, когда узнали о вашей акции. Слово такое замечательное получилось. Купи кирпич. Причем это под собой никакой грозной подоплеки не несет. Нет, ну, я не знаю. Те люди, кто живут в этом городе давно, конечно, помнят. Да, это конец 60-х, начало 70-х годов, когда у нас еще был очень деревянный Киров. Много было таких хулиганистых районов. Да, там иногда идешь по этой улочке, а на встречу выходит какой-нибудь малыш такой симпатичный с кирпичом в руках. Говорит, дядя, купи кирпич. А если ты говоришь, что мальчик мне не нужен, мне кирпич не хочу его покупать, то за этим мальчиком следом появляются еще три там таких довольно-таки крепких, сколоченных подростка. И вот ты зачем мальчика обижаешься? Да, и тут сделка как-то уже очевидной становится. Сделка становится очевидной, да. Домой ты, конечно, этот кирпич не несешь, но идешь гораздо сильно облегченный за счет мелочи в карманах. Была такая постановочка. Извините. Мне кажется, это сейчас уже очень подобное воспринимается. При нашем нынешнем-то бандитизме эта шутка прокипичена такая милая. Итак, дорогу добра придумала еще один способ благотворительности, каким образом можно поучаствовать в приведении в порядок данного помещения. Да, мы просто подумали, что сумма в 3,5 миллиона выглядит так очень грозно и пугает людей. Кажется иногда, что маленькое пожертвование не способно помочь в нашем деле. И что лучше я как бы ничем не буду помогать, чем вот такими копейками. Но это неправильно, потому что именно из таких маленьких сумм может сложиться большая. И мы тогда поделили эти 3,5 миллиона на 10 тысяч виртуальных таких условных кирпичей. Можно сказать акционировали, на акции разбили. Да, можно купить себе немножечко в вашей организации. Уставный капитал 10 тысяч кирпичей. Да, верно. И стоимость одного кирпича получилась 350 рублей. И это такая очень ненапряжная сумма, не слишком большая, не слишком с другой стороны маленькая, которую каждый человек может позволить себе вложить в помощь детям. И окончательно эта цель такая. Не то, чтобы помещение само по себе, это хорошо, но окончательно оно делается для того, чтобы помогать детям с нарушениями в развитии. И вот 350 рублей, это такой небольшой вклад, на самом деле, в очень большое хорошее дело. И мы думаем, что это посильно для любого человека. И с другой стороны, это такой элемент веселья, когда не просто там на бедного ребеночка, которого очень жалко. Нет, она что-то такое забавное. Сейчас в интернете очень распространены эти все вот хэштеги. То есть наш кирпич, можно там поставить впереди хэштег, написать в одно слово, и тогда выйдут все события, связанные вот с нашим этим проектом, с нашей этой акцией. Вот и можно посмотреть, как все вообще происходит, как все развивается. Акция была запущена во вторник, неделю назад. Да, во вторник, верно. Уже неделю, да, идет? Ну, практически неделю, да. Ну, почти неделю, да. 14-го. Вот, и мы думаем, что это тоже такой способ привлечь людей к нашему делу, и мы планируем там всем, кто нам помогает, вручать такие благодарственные письма в форме кирпичей, и не знаю, может быть... Письма в форме кирпичей вот с этого места, если можно поподробнее немного пока себе представить. В виде кирпичей. Ну, то есть оформленные как... Слушайте, вы меня в тупик вообще завели. А вы нас в тупик завели. Вот. Может быть, мы какую-то там, не знаю, стену оформим у нас в центре, где напишем имена тех людей, которые согласны там. Ну, понятно, что кто-то хочет анонимно помогать, и мы, ну, нисколько не против. А те, кто не возражают против того, чтобы рассказать о своей доброй там воле, мы их тоже всех будем благодарить, когда будет открываться наш центр. Ну, мы надеемся, что это тоже как-то будет подталкивать людей, помогать им. Мне кажется, просто человеку будет приятного быть типа Олиса, Роза, Лексенбург, проходить на вашего центра и думать, что вот в этом центре один. Кирпичик мой. Да, это тоже очень важно. И скажут там сыну или с кем он идет, скажут, а вот в этом здании мой кирпичик есть. Это же приятно. Да, конечно. Это просто приятно любому человеку. Конечно, безусловно. Ну, давайте расскажем, как, собственно, вот этот виртуальный кирпичик приобрести и тем самым вложиться в восстановление и становление этого помещения. Становление, да, нового помещения. Да, на самом деле это очень просто сделать. Есть легкий способ, это перечисление с помощью смс пожертвований. То есть на номер 3443 надо отправить смс-сообщение с текстом «ребята», пробелы и сумма. То есть не обязательно покупать только, мы кирпичи продаем не по одному, можем оптом. Можно и дробно, наверное, да, но просто сумма. Конечно, конечно, да. Есть у меня там на телефоне 500 рублей, да, я взял, написал «ребята» 500 и отправил, 3443, да? Да, 3443. А если после этого еще написать слово «подписка», то по кирпичу каждый месяц будет покупаться. То есть уже если я случайно напишу слово «подписка», то я буду автоматически каждый месяц покупать по кирпичу. Да, конечно, это не произойдет автоматически, то есть все равно каждый раз будет требоваться ваше подтверждение. Да, но очень важно подтверждать эти смс-ки, иначе платеж не пройдет просто. Еще какие способы? Можно через, сейчас у многих есть пластиковые карты, и многие пользуются интернет-приложением «Сбербанк онлайн». Там в разделе «Платежи и переводы» в строке поиска можно написать название нашей организации. То есть «Дорога и добра» вот просто так, да? Да, да, просто «Дорога и добра». То есть не писать там «организация», там-то-то-то, нет, просто два слова. Да, просто два слова, только там надо найти именно «Дорога и добра», которая в Кировской области оказалась, что несколько организаций с такими названиями есть в нашей стране. Ну, хорошее название, понятно. Да. Все хотят. Да, но так как у меня «Сбербанк онлайн» настроен там по Кировской области искать, то мне выходит только наша организация. Вот, и там можно сделать тоже пожертвование, никакой комиссии с него не берется, естественно, и также там есть возможность настроить автоплатеж. Вот, и мы… С периодичностью раз в месяц, да? С периодичностью выбираете сами. А, любую периодичность? Да. Можешь хоть каждый день по кирпичу покупать? Да, нет проблем. Вот, и мы, конечно, работаем над тем, чтобы сделать удобный способ приема платежей у нас на сайте. Ну, наш программист пока что приболел. На сайте организации, да? Да, прямо на сайте организации. Да, как это делается у других фондов. Там заходишь к ним на страницу помощи и прямо здесь вводишь там реквизиты карты или номер телефона и делается списание. Вот, это очень удобно. Ну, вот мы буквально там, не знаю, еще недельку нам дайте, пожалуйста, и мы это все сделаем тоже. Результаты работы вот с первых дней уже в акции. А вот так вот просто с наличными? Пожалуйста, пожалуйста, можно позвонить на телефон организации, на мой телефон, и там мы подъедем, заберем, вручим там благодарственное письмо поделку нашего ребенка. Может, мы сразу напомним телефон организации, ваш телефон. Пожалуйста. Да, конечно. Как с вами связаться для этого? Либо телефон 44-75-10, это телефон нашей организации, на нем всегда кто-то на него отвечает. Мой телефон это 8-922-667-5381. Пожалуйста, я тоже всегда на связи. Результаты уже первых дней, они есть. Да, первые результаты за буквально прошлую неделю без учета выходных по акции «Купи кирпич» мы собрали 22 460 рублей. 450. 50, извините. 450 у меня передо мной цифра, я даже взял калькулятор и посчитал. Да, прекрасная эта сумма поделилась, если поделить ее на кирпичи. Ну, там, кстати, не четко получилось, там с дробью, да. То есть там кто-то купил больше кирпича. Да, потому что люди на самом деле на 350 рублей ориентируются, и там кто-то немножко побольше, кто-то немножко поменьше жертвует. Вот, получается... Это все какой канал? Это вот СМС? Это все. Это все, что пока, да? Все, да. Но это все, что от физлиц поступило, да? Да, это именно от физлиц. То есть вы не считаете от организации то, что идет? От организации, да, мы пока не плюсуем, потому что, ну, вот эта акция «Купи кирпич», она рассчитана именно на частных лиц. С организациями мы работаем тоже, безусловно, и по приему пожертвований, и по материальной какой-то помощи, то, что я говорила в начале, там, любыми материалами строительными мы тоже принимаем пожертвования, скидками и так далее. Вот. Так вот, я не могу договорить, эта сумма 22 тысячи там с лишним рублей, если поделить ее на кирпичи, то получится примерно 64 кирпича, которые у нас уже... 64 с хвостиком, точнее. Я посчитал специально на калькуляторе. В виртуальную стену эти наши кирпичи можно уложить, и это уже хорошее основание для дальнейшей работы, конечно. То есть уже есть... Говорим о рабочих днях на прошлой неделе, без учета выходных, без учета сегодняшнего дня. Причем акция только стартовала, и, в принципе, еще мало кто о ней знал. Так что уже хорошо, мне кажется, сначала. Ольга, а система фиксирует номера телефонов, с которых отправляются смски? То есть это одни и те же люди, или появляются новые? Это разные люди, да. То есть я, как человек, который этим занимается, я могу увидеть... Я захожу в программу смс-пожертвования, и я вижу номера телефонов, с которых нам приходят пожертвования. Разумеется, мы их никому ни в коем случае никуда не передаем. Это на самом деле совершенно разные люди. И это хорошо, потому что это означает, что нас узнает больше людей, и больше людей могут нам помочь. И они понимают, насколько это важно, помогать детям с нарушениями в развитии. Есть уже сейчас понимание, на что, в первую очередь, вот эти пожертвования будут тратиться в рамках акции? Или как-то... Или все равно общий котел существует? Нет, конечно, это общий котел. То есть это все идет на ремонт. Ну вот я говорила, что мы прежде всего хотим поставить двери. Если мы не найдем вариантов благотворительной установки, то там это будут двери. Как раз, кстати, на одну дверь, вот ровно на одну дверь. Уже есть. Да, да. Вот. И потом это будут окна тоже нам сейчас обсчитывают. Вот мы... Ремонт не всего помещения сразу, а вот этой части, которую мы решили в первую очередь отремонтировать. Там у нас 15 окон. Это всего 15 окон? Нет, это в одной части. Всего 39 окон. А там же 500 квадратов, слушай, это же огромное помещение. И там 4 эркера, а эркера — это 3 окна. Поэтому... Окна там, если я не ошибаюсь, они поменьше, по-моему, чем, например, у нас. У эркера это одно, по-моему, большое по центру идет, нет? Я не помню точно уже. Нет, там у эркера узенькие окна, но если вот ваше студийное смотреть, там немножко поуже и повыше, по-моему, если я не ошибаюсь. Там здание-то ведь с высокими потолками. Да, да, там высокие потолки. То есть специфика такая существует именно помещение. Да, там высокие потолки, на самом деле, поэтому окна немножко побольше. Система отопления. Сейчас там тепло вообще? Да. Тепло? Вот, что-что, отопление там, слава богу, в порядке. То есть с этим все хорошо, на самом деле. Там обрезаны пара батарей, потому что за то время, когда помещения не эксплуатировались, они протекли. Ну, реально подключить, так что все нормально. Заглушки поставлены, да? Да. А вот помимо вот этой акции «Купи кирпич», вот какие-то еще варианты привлечения средств вы обдумываете? Ну, может быть, устроить какую-нибудь такую веселую, шумную акцию, чтобы прямо люди с тугими кошельками все прибежали и стали с ними расставаться? Надо подумать об этом, то есть мы просто, у нас не так много сотрудников, которые работают над этим, поэтому о каких-то крупных акциях мы пока не думали. Но, допустим, если будут варианты там устроить праздник в нашу пользу или провести концерт, мы всегда будем рады, мы поддержим, мы предоставим все материалы, поможем там с информационным сопровождением, еще что-то как-то. Все это, конечно, мы будем очень рады. Благотворительный концерт, имеем в виду? Да. Конечно, да, конечно. Речь об этом идет, чтобы собирать средства. У нас ведь такой практикуется вообще. Практикуется. В городе. И в городе, и в области. Периодически. Это когда мы приходим на предприятие с благотворительной ярмаркой. То есть у нас есть ребята, делают какие-то поделки, там сами мамы, рукодельницы города нам передают много замечательных просто вещей, сделанных своими руками. И мы вот приходим, здесь как раз скоро Пасха, вот уже третий год, в этом году мы будем проводить пасхальную ярмарку просто для жителей города. То есть это, скорее всего, будет приход какой-то церкви. И на предприятие мы тоже приходим, и всегда все очень радуются, потому что не надо никуда бежать за подарками, с одной стороны. С другой стороны, можно, не отходя с рабочего места, сделать доброе дело тоже, поучаствовать в благотворительности. Нас очень поддерживают организации. Тем более, что подарок уникальный в любом случае. Да, безусловно. Магазин такой не купишь еще. Да, да, у нас удивительные прямо вещи делают. Ну, в общем, вы в будущее смотрите так с ясным взглядом, взором, с гордо по с гордо поднятой головой. Ну, слушайте, ну, еще там буквально сколько-то времени назад и помещения-то не было, да, и было гораздо... Конечно, конечно. Сейчас, смотри, есть перспектива, есть куда расти, 500 квадратов в центре города, это просто чудо. Так что, я думаю, это оптимизма вам сильно добавило. Да, 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 конечно. А все остальное решаемо. Давайте еще раз напомню координаты, да, ну, для тех, кто решит воспользоваться СМС-пожертвованием 34-43, сообщение с текстом «Ребята», далее пробел и сумма пожертвования. Можно непосредственно созвониться с представителями Дорогой Добра 44-75-10, да, и ваш еще раз, Ольга, номер повторю, 8-922-667-5381. Спасибо, да. На этом мы прощаемся с Ольгой, Ольгой Шибек, специалист по связям с общественностью Организации родителей детей-инвалидов Дорогой Добра, не последняя наша встреча. Я тоже хотел сказать, что мы не прощаемся, говорим, до свидания. До свидания, Ольгой. До свидания, спасибо. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Вот в мужском понедельнике не можем мы обойтись без прекрасной половины, да? Да, ну, Володя, я еще раз почувствовал подвох, говорю, не прощайся с Ольгой, давай просто вот на время, да, вот, минутка, и мы снова с ней. Да, не дали Ольге Шибеком покинуть нашу студию, специалист по связям с общественностью Организации родителей детей-инвалидов Дорогой Добра. Есть ведь еще тема для разговора, день грядущий в том числе, да? Да. Это день детей или людей? Людей. Людей, в общем, да? То есть это всемирный ведь праздник? Да, всемирный день. То есть праздник вряд ли можно так сказать. Людей с синдромом Дауна, да. Давайте поговорим, что планируется в честь этого. Владимир, да, на самом деле завтра уже много лет отмечает, не отмечается. Ну, есть такая дата, да? Да, проходит день человека с синдромом Дауна. На самом деле это очень важный день, потому что важно понимать, что такие люди есть, и просто надо знать о том, какие они бывают, и что, ну, это такие же люди, как мы с вами, о голове, о двух руках и двух ногах. Просто они немного от нас отличаются, так же, как и все мы, отличаемся друг от друга, и это нормально. Дорога и добра, если не ошибаюсь, это один из основных, да, вот, групп ребят, вот именно, да, с синдромом Дауна, которые ходят на занятия. Да, 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 у нас очень много таких подопечных, ну, ребят 30, наверное, точно есть, и это ребята там любого возраста, они приходят к нам обычно малышами, потому что диагноз ставится, ну, буквально в первые дни жизни ребенка, и вот они растут прямо вместе с нами, на наших глазах. Сейчас старшим ребятам, наверное, уже лет 10, они, ну, такие прям себе товарищи, очень, даже не знаю, как сказать, очень, ну, правильные такие ребята, они ходят в школу, и они продолжают приходить к нам в центры на занятия. В обычный класс? Нет, к сожалению, пока инклюзии в нашем городе как не было, так и нет, они обучаются либо в коррекционных школах, либо на дому, на домашнем обучении. Вот, они приходят к нам на занятия уже не, ну, это не занятия по подготовке там к школе, то есть они не занимаются общеобразовательными предметами, а приходят там на танцы, на рисование, на студию мультипликации, вот у нас буквально месяц назад открылось, и они делают там потрясающие мультики, очень красивые, вот, то есть мы ведем таких ребят на протяжении всей их жизни, то есть ребенок рождается, мамы, папы получают психологическую поддержку, им объясняют, что это за ребенок, каким он может вырасти, каким он будет, какая у него перспектива в жизни есть, то есть что это не там все, жизнь закончена, нет, жизнь только начинается, и маршрут, он, конечно, будет другой, чем, может быть, мама себе представляла, когда носила этого ребенка, но он будет, он существует, и он вполне реален, то есть потом они, занятия начинаются с детьми, идут занятия по подготовке к садику, по крайней мере, инклюзивные детские сады у нас в городе есть, и там занимаются ребята, ходят с обычно развивающимися сверстниками, наши ребята ходят в группы в садике, все прекрасно, они дружат, общаются, играют вместе, вот, и потом группы по подготовке к школе, но пока мы готовим ребят именно к обучению в коррекционных школах, но и то это хорошо, потому что раньше далеко не всех детей с нарушениями такими брали, учиться сейчас берут всех, и для, ну, практически каждого ребенка разрабатывается индивидуальная образовательная программа, это по-новому закону об образовании так происходит. Это федеральное такое явление, да? Да. Берут всех в том случае, если родители не принимают решение на дому его образованием заниматься, да? Да, ну, там, да, родители, конечно, сами смотрят, как лучше для их ребенка, но все-таки мы стараемся устроить у всех в школу, потому что очень именно важна социализация, то есть чтобы такие ребята находились в обществе, чтобы люди видели, что они есть, и они вполне себе ничего такие товарищи, вот, а дальше у нас идут группы поддержки школьников, мы это называем. Итак, что завтра? И завтра... Каким образом? Ну, каких-то специальных... Или, может быть, не завтра, просто там серия какая-то мероприятия у вас? Ну, специальных мероприятий мы не готовим, потому что сейчас все силы брошены именно на помещение, поэтому не можем пока отвлечься, но, тем не менее, мы надеемся, что по телевидению выйдут несколько сюжетов о наших ребятах, и в СМИ появятся какие-то публикации, мы сами напишем у нас на сайте. Ну, в прошлые годы была такая практика, да, когда с репортажей сюжеты появляются, да? Да, 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 да. Приходят к вам журналисты. Откликаются журналисты, да, то есть они тоже понимают, что важно рассказывать о таких людях, они, ну, СМИ у нас все-таки достаточно социальные, поэтому они рассказывают, на самом деле, очень всегда, ну, теплые такие сюжеты получаются, именно человеческие. То есть ребенка показывают, с мамами общаются, с папами, с нашими специалистами комментируют как-то эту ситуацию. А известный опыт других регионов, других стран вообще, как там? Ну, а в других регионах... Вы в этот день, и что к этому днему происходит? Что готовят к этому днему? Ну, проходят, конечно, разные мероприятия, там флешмоб очень любят устраивать. Вообще, есть символ, если я не ошибаюсь, символ Дня человека с синдромом Дауна, это разноцветные носочки, полосатые. Знаете, такие модно были одно время, полосатые носочки. Где бы такие сейчас купить? Вот, они символизируют то, что все люди разные, и, ну, каждый цвет, там, и каждый человек, он, ну, прекрасен, просто потому что он есть. Такой, как он есть, он замечательный. Вот, а носочки, их просто надевают не на ноги, а на руки, потому что таким ребятам, ну, специфика как бы синдрома в том, что у них снижена вот эта чувствительность, и им тяжело, даются какие-то мелкие движения. То есть, как вот если бы мы надели там носки или варежки, допустим, и стали что-то делать, пытаться писать или, там, не знаю, складывать пазлы. Ну, вот мы понимаем, как эти ребята... Мы бы тогда смогли понять примерно, вот как этим ребятам все это дается. Да, да, совершенно верно. То есть, вот некая скованность, да? Да, ну, неловкость движений, на самом деле, у них присутствует. Вот, то есть, ну, я не знаю, мы пока не дошли до такого, чтобы ходить по улицам с полосатыми носочками на руках, но у нас все впереди. Так я сразу сказал, где вы их возьмете? Не так-то просто сейчас раздобыть эти носочки. Сами свяжем. А вот вы говорите, там, флешмобы, что-то есть вообще? Какая-то традиция в мире каких-то акций, проведения акций каких-то в этот день? Ну, и такой единой традиции, как, допустим, вот вы мне напомнили, в день человека с аутизмом 2 апреля, есть такая международная традиция освещать дома синим светом. То есть вот дома, у которых есть подсветка обычная, да, их можно осветить синим, потому что цвет, который ассоциируется с аутизмом, с ребятами с аутизмом, это синий такой голубой. Там голубые воздушные шарики, я знаю, что запускают. Вот. С синдромом Дауна такого не связано. Ну, вот оранжевый цвет еще используется, когда говорят о таких детях, там оранжевые воздушные шарики тоже запускают, это делают. Я знаю, что в других организациях там дарят апельсины. Да, ну, мы пока вот не... Ну, у вас сейчас просто время такое, вы правильно сказали, пока как бы вот не до вот таких мероприятий, но в перспективе... Материально-техническая база, да, в перспективе, когда вы обоснуетесь в новом помещении, может быть, в следующем году уже что-то можно будет провести. Да, конечно, обязательно, ну, там, при вашей поддержке. Тридцать, да, вы сказали, три десятка ребят, которые с синдромом Дауна. Ну, примерно. Которые у вас занимаются. Которые у нас занимаются. Их факты, наверное, больше. Вообще, каждый семисотый ребенок рождается... Ну, примерно, статистика такая, что каждый семисотый ребенок рождается с синдромом Дауна. Это не зависит там ни от возраста мамы, ни от социального статуса, ни от того, которая там беременность по счету. Ну, понятно. Это генетическая вещь, поэтому... Да, да, то есть там не надо думать, что такие дети рождаются в каких-то особенных семьях. Это тоже не так. Вот именно это число и больше уже нет возможности? Больше ребят взять? Нет, почему есть возможность? Мы берем, то есть они рождаются, если они... То есть они сразу в роддоме, да, ведь рекомендуют или советуют обращаться к вам за помощью. Да, да, да. Верно. То есть они рождаются, если мама там готова и хочет... Оставить его, да? Верно идти к нам, да. Да, мы выходим, у нас приезжает прямо в роддом специалист, там специальный психолог, специалист по раннему развитию. Сразу уже, конечно, по первому звонку, по первому приглашению рассказывают, общаются с мамой, поддерживают ее. И мы сразу берем их на поруки, вот, и дальше работаем с ними. Насколько это часто происходит, вот, пополнение именно в коллективе таких ребят? Ну, мне сложно сказать, ну, примерно, там, 8-10, может быть, человек в год. 8-10 в год. Слушайте, это серьезная цифра. Да, много. Да. Ну да, на самом деле это так, потому если взять статистику, там, по рождаемости, когда-то я смотрела, там, примерно 14 тысяч младенцев у нас по области рождаются в год. Ну, вот, можно посчитать, там, ну, не все до нас доходят, кто-то там в районах, не имеет возможности постоянно приезжать, они приезжают на консультации периодически. Ну, плюс еще нельзя не учитывать отказ. Да, но мы тоже работаем, одно из первых направлений вообще, почему мы начали работу, это профилактика социального сиротства. И мы должны вот тут подписать как раз соглашение с перинатальным центром, с другими роддомами города по совместной работе по профилактике социального сиротства именно ребят, которые рождаются с нарушениями, ну, которые сразу видны, нарушения развития в рандоме. А специалисты, которые работают непосредственно с этими ребятами, им хватает? Чего? Хватает в организации, но специалистов, которые работают с ребятами с синдромом. Всегда, но они у нас есть, и они прошли специальное обучение, мы посылаем наших педагогов учиться, ну, каждый год там и по одному-два раза они проходят у нас специальное обучение. То есть у нас вот специальный психолог обучен именно работать с такими ребятами и с такими семьями. И специалист по ранней помощи тоже, он владеет всеми знаниями, у него хорошая квалификация, поэтому... А вот те ребят, которые уже десятилетние, да, вы сказали, что учатся, которые уже в школе, либо на домашнем обучении, они приходят к вам в гости? Обратно. Они ходят в... А, вот, они ходят, да, на танцы, вы сказали, на рисование, да. На танцы, на рисование, мультфильмами. Да, не все, да, но те, кто хотят... Не утрачивают связи с вами. Да, конечно, конечно, мы общаемся с ними. Ну, это ведь на протяжении всей жизни должна, да, строиться такая работа. Да, мы понимаем, что эти ребята... И вы должны ориентироваться на то, что они все равно будут взрослеть. Да, да, мы думаем об этом, и мастерские как раз мы создаем для этого, потому что мы понимаем, что, ну, эти ребята, они практически все всегда будут с нами, как бы это... Нам не хотелось, чтобы это было по-другому, потому что опыт работы других стран показывает, что эти люди хорошо социализируются, они могут там жить самостоятельно, ну, сопровождаемое проживание, так называемое. Могут работать. Есть примеры там прекрасные, когда родители для своей дочки с синдромом Дауна в Америке открыли кафе, и теперь это ее кафе, и она там работает, сама встречает гостей. Там что-то есть в Москве, молодой человек с синдромом Дауна, который работает в ресторане, помощником повара. То есть, ну, вполне эти люди способны к тому, чтобы жить в обществе вполне полноценно, работать. Ну, вот наши мастерские, то есть сейчас они проходят предпрофессиональную трудовую подготовку, а потом, ну, это будет уже такое, ну, трудоустройство тоже у нас. Спасибо. Вот время, вот уже сейчас точно все подошло к концу. Причем так незаметно довольно-таки пролетело. Да, дали новости, у нас тематические программы, и, конечно же, программа «Особое мнение» ровно через 20 минут. Благодарим Ольгу Шебека, специалисты по связям с общественностью, организации родителей детей-инвалидов «Дорога и добра». До следующего мужского понедельника. И еще раз удачи. Спасибо. До свидания. Николай Голиков, Владимир Сметанин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин